По прогнозу возможной обстановки в зону химического заражения попал персонал производственного корпуса железнодорожной станции, а также живые дома, где проживает 75 человек, в том числе 12 детей. Цистерна с аммиаком дала течь в 16 километрах от вокзала Улан-Удэ. Существует большая вероятность распространения химикатов. На место уже спешат пожарные машины. Их задача не допустить отравления окружающей среды и предотвратить опасность для гражданских. Полиция оцепила территорию, однако становится ясно, что силами МЧС с диверсией не справятся. На помощь прибыли подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Войска химразведки с помощью приборов проверяют уровень загрязнения воздуха. Пока силы МЧС с помощью водяной стены сдерживают распространение аммиака, люди в синих защитных костюмах пытаются заштопать трещину в цистерне. Мы устанавливали магнитную мострамку, которую сейчас впервые мы устанавливали. То есть ставится магнитная заплатка на цистерну, что позволяет устранить аварийный разлив, то есть трещину. Там магниты стоят, которые включаются, и усилие на разлив 500 килограмм. То есть ставим заплатку, локализовываем тем самым цистерну, не отгоняя ее, ничего, чтобы меньше это времени занимает. И локализуем, с бонами поставили, установили боны, чтобы избежать разлива на дальнейшую. И засыпали абсорбентом. Гражданских удалось защитить. Кроме одного, молодой человек оказался в зоне поражения. Однако медицина-катастроф на месте. Около часа спустя опасность ликвидирована полностью. Войска РХБЗ очищают технику от аммиачных остатков. Межведомственный штаб докладывает руководству. Задачи выполнены. Цель учения достигнута. Есть мероприятия, над которыми надо работать. В целом, учения проведены нормально. Оценка, можно сказать, удовлетворительна. Со всеми министерствами и ведомствами вопросы, как теоретически, так и практически, были отработаны. Командно-штабные учения проходят по всей России. Цель – отработка навыков гражданской обороны. Главные задачи выполнены. На вопрос организации и слаженности действий ответы получены. Этот этап учений был последним из запланированных. БРЦДПов, Баттогармен. Новости дня.